МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, утром 10 октября украинцы проснулись от свиста российских ракет и дронов Камикадзе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Киев, Сумы, Львов, Хмельницкий, Кривой Рог. Запорожье, Днепр, Харьков, Ивано-Франковск и другие города. Под российским ударом оказались теплоэлектростанции, высоковольтные линии и другая гражданская инфраструктура. Хотя Путин все описал так. Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Что ж, объекты военного управления, пораженные высокоточным российским оружием, о которых говорил Путин, это уже традиционно. Жилые дома, памятник Михаилу Грушевскому, университет Тараса Шевченко и детская площадка в Киеве. Да, действительно, критическую инфраструктуру Украины российские ракеты повредили. Обесточенными остались целые города, повреждены коммуникации. О том, сколько десятков мирных граждан убили и покалечили за прошлую неделю, даже говорить не буду, чтобы не превращать отобранные человеческие жизни в статистику. Что это было? Путин утверждает, что это был ответ за взорванный Керченский мост, в отрыве которого Москва упорно обвиняет Украину. Заказчики, организаторы, исполнители теракта – это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, ученых, причем как на Украине, так и в России. Общественный деятель Борис Немцов, которого расстреляли практически у стен Кремля. Журналистка Анна Политковская, ее убили в аккурат на день рождения Путина. 30 июня в Новосибирске по подозрению в госизмене арестовали ученого-физика Дмитрия Колкера с четвертой стадией рака. Его забрали прямо из больницы и этапировали в СИЗО в Москве. А в прошлом году в тюрьме умер ученый-физик-инженер Виктор Кудрявцев, которого российские власти обвинили в шпионаже. Список подозрительных смертей и убийств в России не влезет ни в одну программу. О чем говорит Путин? Уж не о Сибеле. Ну, поводы для нападения на Украину он и раньше прекрасно придумывал. От якобы защиты русскоязычного населения до того, что украинского народа и страны Украина вообще не существует как таковых. Ну, а расследование подрыва Керченского моста проходит в лучших традициях российских силовых структур. Все это на фоне попыток аннексировать четыре украинских области новых ядерных угроз. Что ж, об этом позже. А пока я бы хотел обратить ваше внимание на видео, которое в Кремле называют совещаниями с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции. Смотрите сами. Путин сидит в кабинете перед экраном и явно читает текст с подсказчика. В глазах блики от телевизионных осветительных приборов. На совещание членов Совета Безопасности, как и на любое другое совещание, это точно не похоже. Все, что делает Путин, уже давно напоминает срежиссированный спектакль. Вот и расследование громких дел проводят подконтрольные Путину следственные органы также. Давайте разбираться. ФСБ задержало восемь подозреваемых в подрыве Керченского моста. Пять граждан России и трех Украины и Армении. Организаторам взрыва называют никого иного, как главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. А знанная версия, взрывчатку якобы замаскировали в рулонах с пленкой на 22 палетах, общая масса которых 22 тонны. В начале августа ее якобы отправили из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Да вот незадача. Власти Болгарии заявили, что грузовик, о котором говорят в ФСБ, в стране никогда не был. Да и пленка, в которой якобы спрятали взрывчатку, в Болгарии была 17 сентября, только в транзитной таможенной зоне, после чего отправилась дальше, в другую страну ЕС. Никакой пленки из Болгарии в Россию никто не отправлял. Вслед за официальной Софией с таким же заявлением выступили и в Тбилиси. ФСБ даже опубликовало фото, которое выдало за фото рентгеновского досмотра грузовика. На нем в кузове видны черные предметы. Однако эксперты подчеркивают, что рентгеновский снимок на самом деле показывает совсем другой грузовик. Помните вот это видео с досмотра? Тогда говорили, что на рентгене фуру не проверяли, потому что водитель предъявил все необходимые документы, взял себя спокойно и не вызвал подозрения. А вот теперь уже появился рентгеновский снимок. С таким же успехом на месте российские исследователи могли бы найти визитку Яроша, ну или в данном случае Кирилла Буданова. Да, очевидно, не доработали. Массированные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры многие военные аналитики связывают совсем не со взрывом на Керченском мосту, а с назначением командующего объединенной российской группировкой Сергея Суровикина. Ведь ответственное заведение войны против Украины генерал Александр Лапин попал под шквал критики за провал так называемой специальной военной операции. И, конечно же, Суровикину нужен был быстрый результат. Какого результата он добился? Смотрите сами. 12 октября, то есть через два дня после ракетных ударов по Украине, в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоялась встреча министров обороны стран военного блока. А параллельно провели и шестую встречу в формате «Рамштайн» по инициативе американцев. Конечно, там был и министр обороны Украины Алексей Резников. Конечно, западные партнеры Киева не промолчали и назвали ракетные удары по мирным объектам Украины подлыми и вероломными. Но одно дело официальное заявление, а совсем другое, как все это выглядит на месте. Поэтому я отправился в Брюссель в штаб-квартиру НАТО, чтобы понять, насколько в военном блоке готовы поддерживать Украину и дальше. Или не готовы. Что же мне удалось выяснить? Расскажу обо всем по порядку. Украина – центральная тема встречи министров обороны. Об этом говорилось не только в официальной программе, но и, самое главное, в кулуарах. Каждый, с кем не удалось поговорить, называл российские ракетные обстрелы подлыми и безжалостными. Условную тему помощи Украине можно разделить на три блока. Закрыть небо, чтобы кровавый понедельник Путина больше никогда не повторился. Противодействие ядерным угрозам российского президента, которые все чаще звучат из Кремля. И военная помощь Украине в долгосрочной перспективе. Давайте начнем с ядерных угроз. Перед началом встречи министров генсек НАТО Йенс Толтенберг вышел к журналистам со вступительным словом. После чего я у него спросил, каким же будет ответ НАТО в случае, если Россия все же нанесет ядерный удар где-либо. И вот, что он мне тогда ответил. Смотрите сами. НАТО – оборонный блок. НАТО существует для того, чтобы предотвратить войну. Именно поэтому мы усилили наши сдерживающие меры, чтобы послать России четкий сигнал, что мы есть и будем защищать и оборонять всех своих союзников. Конечно, мы слышали предложение о том, что Россия может использовать малое ядерное оружие в Украине. И мы ясно донесли до России, что для нее это будет иметь тяжелые последствия. Россия знает, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому ее нельзя начинать. Мы тщательно следим за размещением российского ядерного оружия. Пока мы не видели перемещений ядерного оружия России, но мы будем и дальше бдительны. Мы продолжим тщательно наблюдать, так как ядерные угрозы, ядерная риторика и скрытый ядерный шантаж России опасен и безрассуден. Ответ ожидаемый – дипломатичный. Но, напомню, Столтенберг – генеральный секретарь НАТО. Он говорит публично только то, что уже согласовано со всеми 30 членами военного блока. Все решения принимаются только единогласно. О каких последствиях идет речь? Может, это означает, что последствия от ядерного удара настолько непредсказуемы, что могут повредить и самой России? Может, это призыв к совести Путина, что, мол, пострадают и граждане России, ведь радиация будет рассеиваться? Нет. Чиновники в НАТО рассказали мне, что после бучей, ирпеня, гастомеля, изюма, после найденных на освобожденных от российской армии территориях пыточных камер, братских могил и расстрелянных гражданских апеллировать к совести кремлевского диктатора никто не будет. Потому что надежды на то, что она, эта совесть у него есть, давно уже ни у кого нет. Применение ядерного оружия изменит ход войны. Хоть и обмена ядерными ударами не будет, войска НАТО вмешаются физически, и никто в дипломатию играть больше не будет. Российская армия, которая и так терпит поражение от ответа ВСУ, узнает всю силу еще и войск союзников. Об этом не говорили и высокопоставленные чиновники в Вашингтоне. То есть последствия, вне зависимости от того, куда пойдет ядерное облако, почувствует каждый россиянин, который взял в руки оружие. А еще уже 17 октября начинается учение войск НАТО по противодействию ядерным угрозам России. Они продлятся до конца месяца. В учениях принимают участие 14 стран, 60 самолетов разного класса, среди которых и суперсовременные истребители 4-го и 5-го поколения. Это регулярные ежегодные учения. В НАТО говорят, что они никак не связаны с событиями в мире. Но очевидно, что блоки очень серьезно относятся к тому, что мировой порядок может быть нарушен навсегда из-за ядерных амбиций одного человека. Однако вернемся к тому, что происходило в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе. Закрыть небо над Украиной – приоритет номер один. Об этом говорили все без исключения представители делегаций. И этот вопрос стал ключевым и на встрече в формате Рамштайн, инициатором которого выступают Соединенные Штаты. Глава объединенного комитета начальников штабов американский генерал Марк Милле заявил, что союзники будут работать над тем, чтобы создать в Украине интегрированную систему воздушной обороны, способную защитить граждан страны как от авиационных, так и от ракетных ударов России. Что просит Украина и что нам кажется, мы можем предоставить. Это интегрированная воздушная и противоракетная оборонная система. Она не закроет все небо над Украиной. Она разработана, чтобы контролировать приоритетные объекты, которые Украине необходимо защитить. Это и системы малой дальности и малой высоты, средней дальности и высоты, а также высокой дальности и высоты. Эта система поможет закрыть доступ российской авиации в воздушном пространстве Украины, а также защитить от баллистических и крылатых ракет. Вот что мы сейчас пытаемся создать. Пытаемся построить такую оборонную систему. Которые абсолютно новые, таких пока нет даже в более богатых странах. Но когда? Когда же Украина сможет получить новую ПВО? Этот вопрос я задал министру обороны США Ллойду Остину. Спасибо за возможность задать вопрос. Я один из тех, кто еще в этот понедельник не знал, смогу ли быть здесь из-за ударов с воздуха по Киеву. И вопрос, который я задам, не мой. Это вопрос, который вам бы хотел задать украинский народ. Когда они снова смогут спать спокойно и не переживать за то, чтобы оставили свои семьи дома. Потому что я, например, здесь, в Брюсселе, очень переживаю, что происходит с моей семьей дома в Киеве. Когда эти системы попадут в Украину? И есть ли шанс, что небо будет защищено? Короткий ответ на ваш вопрос, сэр. Системы будут предоставлены как можно быстрее. Как только мы сможем физически их туда доставить. Как я говорил ранее, именно на этом мы будем сосредоточены. Мы передадим системы, которые уже есть у нас в наличии. В наличии у таких стран, как, например, Германия. Мы также передадим боеприпасы к уже доставленным системам, которые украинские военные уже используют. Поскольку конфликт продолжается, то всегда есть неопределенность, когда именно будет безопасно их привезти. Въехать и выехать из страны. Я знаю, что вы беспокоитесь о своей семье. Это можно понять. Но мы сделаем все возможное и как можно быстрее, чтобы у украинской армии появилось необходимое вооружение, чтобы защитить украинский народ. Это для нас очень важно. Уже на следующее утро детали договоренностей в рамках шестого Рамштайна раскрывает украинский министр обороны Алексей Резников. Судя по всему, глава военного ведомства остался доволен договоренностями. Сигнал от американской стороны прозвучал, что нужно максимально быстро усилить ПВО Украины. Не только насамсы, не только ирисы, которые, вы знаете, уже всем известны разного уровня. Я думаю, буквально в ближайшие недели мы будем понимать, что это сработает. Когда мы уже услышим, что да, определенные страны берут на себя определенные обязательства, тогда мы сделаем это публично. Я очень счастлив, что очередная наша идея сработала, как и предыдущие наши идеи. Дайте нам стингеры. Вы знаете, что сначала нет, потом да. Дайте нам МЛРсы и Хаймерсы. Сначала нет, потом да. Дайте нам противорадарные ракеты. А они говорят, это вообще нереально. Ведь они с F-16, F-15, а мы говорим. Так мы придумаем, как их пускать с МиГ-29. И в итоге да. Дайте нам гарпуны, так у вас нет наземных пусковых. И в итоге да, они появились. Такие инновационные решения мы принимаем общими усилиями. Но оружие это не единственный компонент на пути к победе Украины в войне против российской агрессии. 30 сентября, после того, как Путин подписал указ об аннексии новых украинских территорий, Киев подал заявку на членство в НАТО по ускоренной процедуре. Справедливости ради нужно сказать, что несмотря на всю критику НАТО, на данный момент это самый эффективный военный блок. Сравните его, к примеру, с тем же ОДКБ, где Россия пытается отвести себе главенствующую роль. Но когда в ОДКБ за помощью обратилась, например, Армения, все закончилось формальной отпиской. Мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения. Так вот, НАТО и амбиции Украины. Тогда, в конце сентября, звучало много скептических комментариев по поводу перспектив для Киева. Но уже в течение нескольких дней десяток стран выразили поддержку этой идеи. На этой же встрече министров обороны высказывание про открытые двери сменилось совершенно другой риторикой. Дискуссия уже началась. Это демократические страны демократического мира. Соответственно, наша заявка подлежит обсуждению. Понятно, что не сегодня и не сейчас, но дискуссия уже идет. И звучат разные аргументы. Но в кулуарах еще интереснее. В кулуарах мне очень было приятно слушать министров. Они говорят, если мы понимаем, что на Мадридском саммите определенно, что главной угрозой стран НАТО является Россия, это прямо записано в их заявлении. А сегодня Украина демонстрирует всему миру, что у нее наилучший опыт противостояния российской армии, сдерживать ее и побеждать, то какие еще нужны аргументы по поводу принятия ее в НАТО? Завершилась двухдневная встреча министров обороны стран НАТО под звуки демонстрации у стен штаб-квартиры организации. Несколько сотен украинцев пришли туда, чтобы еще раз напомнить, что у них дома идет неспровоцированная кровавая война. Несколько сотен украинцев собрались прямо напротив штаб-квартиры НАТО и просят военно-политический блок больше и увереннее помогать Украине. Основные области не будьте трусами, будьте правы, как украинцы, которые хотели отстаивать право на свою независимость на поле боя. В частности, речь идет о предоставлении Украине более современных самолетов-истребителей F-16, западного производства так же вооружения, которое могло бы помочь получить военевое преимущество в этой войне. Be brave, like you brave! Be brave, like you brave! И в завершение темы. Важно то, что на этой встрече министров присутствовали и главы военных ведомств Финляндии и Швеции. Их присутствие дало им намного большие возможности в процессе принятия решений. Напомню, что до широкомасштабной войны России против Украины ни Стокгольм, ни Хельсинки североатлантических амбиций не имели. Когда на Западе проходят большие встречи, нерукопожатный Путин сразу же едет на восток. На прошлой неделе он приехал в Астану на саммит-совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Название сложное, суть этого всего еще сложнее. Ну как сразу же едет? С этим есть нюансы. Давайте рассмотрим все в деталях. Начну с того, что Казахстан не зона комфорта для российского президента. Президент страны Касым Жамартакаев неоднократно делал критические заявления в адрес Путина, а то, что он не признает так называемые республики Донбасса, сказал ему прямо в лицо. Да и попытка аннексии чужих территорий лидерам Центральной Азии не нравится. Ведь заявления о том, что с их странами может случиться то же самое, они слышали из Кремля уже неоднократно. Кроме того, все они принимают уклонистов из России и, похоже, не собираются их выдавать. А еще вспомните, как трудовым мигрантам азиатского происхождения относятся в России. Ксенофобия на всех уровнях. От правительственных органов до бытовой ненависти. Думаю, мне не стоит напоминать о количестве анекдотов об азиатах и даже популярные телешоу. Так вот, в Астану Путин, очевидно, ехал с большими надеждами и традиционно с большим опозданием. Путина ждали. К приезду Путина готовились. В небе кружили вертолеты, на улицах поставили бронетехнику, а полиция патрулировала город в усиленном режиме. Самец с участием российского президента должен был начать свою работу 12 октября. Но из самолета вечером вышел только министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сам же Путин появился на следующее утро. Не всех в Астане встречали одинаково. Первым прилетел эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани. На следующий день президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Обоих встречал лично Такаев. О том, что приезд Аль-Тани и Эрдогана для Такаева важен, было, можно сказать, и потому, как он их встречал. Почетный караул. Масса сообщений в местной прессе. Остальные делегаты такой чести не удостоились. И Путина президент Казахстана не встречал. Кремлевский лидер появился на саммите уже 13 утром. И уже в самом начале мероприятия стало понятно, что тут ему рады далеко не все. Не все даже пожали ему руку. Хотя, может, просто не заметили на фоне стоявшего рядом эмира Катара. Кто знает. Специалисты по азиатской дипломатии говорят, что все участников форума в Астане ждали, что на пленарном заседании Путин будет говорить о массированных ракетно-бомбовых ударах по Украине. Что хоть как-то объяснит, зачем он бомбит мирное население и чего, собственно, хочет добиться. Но нет. Ни слова. Зато говорил об Афганистане. О том, что нужно разблокировать стране счета и выплатить компенсацию за оккупацию. На наших южных рубежах действительно тлеет очаг напряженности, чреватые потоками беженцев, террористическими угрозами и распространением экстремистской идеологии. При этом западные, прежде всего американские, британские спецслужбы подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы при границе некоторых наших стран. Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы. И поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов. Кто жил во времена СССР, тот помнит. Словосочетание «интернациональный долг». Советские войска вторглись в Афганистан в 1979 году. А перед этим Москва наложила вето на решение СовбезООН, осуждающую военную интервенцию. Ничего не напоминает? Да, уже независимая Россия ведет себя точно так же. Под предлогом защиты определенных этнических групп она напала на Грузию в 2008 и на Украину в 2014. А теперь Путин рассказывает о выплате компенсаций за оккупацию в Афганистане. Кстати, «Талибан», с которым российский президент, цитирую его же, поддерживает необходимый уровень контакта, до сих пор признан в России террористической организацией. Ну а тему Украины публично поднял только Эрдоган. Турецкий президент заявил, что боевые действия в регионе несут опасность. Да, Эрдогану не нравится все, что происходит за Черным морем. Он выступает за возврат Крыма Украине, да и ядерные угрозы Путина его явно напрягают. Но к этому я еще вернусь. А пока расскажу, что для проведения двусторонних встреч в Астане Путину выделили отдельное большое помещение с большим столом. Там он, в частности, встречался и с Эрдоганом, который заставил себя ждать. А Путин в это время нервничал, перечитывал свою речь и облизывал пальцы. Не верите? Смотрите сами. О чем же говорили и, главное, договорились Эрдоган и Путин? Поставки газа в Европу по турецкой трубе. В российских СМИ гордо рассказали о том, что Турция становится международным газовым хабом. Однако кто в итоге выиграл от этой сделки? Северные потоки сейчас непригодны для транспортировки голубого топлива. То есть турецкий поток и голубой поток вполне могли бы нарастить объемы транспортировки. Но всегда есть «но». У Москвы просто нет необходимых судов-трубоукладчиков. Те два, которые задействованы в ремонте северных потоков, не смогут работать на солидных глубинах Черного моря. А новый построить, не имея западных технологий, Россия пока не способна. Санкции работают. А еще нужно учитывать, что Европа сосредоточила значительные усилия на том, чтобы свести к минимуму потребление российского газа, который Кремль превратил в оружие. А в итоге и вовсе, наверное, от него отказаться. Газотранспортная система Южной Европы практически не связана с системой северной части континента. На юге основной потребитель – Италия. Но и она думает, как получать газ не из России, а, например, из Северной Африки. То есть строительство нового газопровода влетит в Россию в копеечку. А точнее, в миллиардов 30 долларов. Несколько лет усилий и может в итоге не принести никакого дохода. А еще есть Азербайджан, который уже готов увеличить поставки газа в Европу. Причем договориться с Эрдоганом как посредником можно о чем угодно. Но это же не значит, что потенциальный конечный потребитель согласится что-либо покупать. Кстати, даже пресс-секретарь Путина Песков признал, что с потребителем этого никто не обсуждал. А еще Турция становится де-факто монополистом и сможет диктовать цены на транзит. Ведь без ее трубы Россия сможет гнать газ только через Польшу и Украину. А сможет ли Путин договориться об этом с Варшавой и Киевом? Да, и украинский вопрос. Говорили ли Путин и Эрдоган о войне тет-а-тет? Этого точно никто не знает. Турецкий президент очень хочет выглядеть серьезным игроком на геополитической арене. Перед встречей в Астане турецкие СМИ оживленно обсуждали переговоры по Украине. Якобы Эрдоган предложил США, Великобритании, Франции и Германии начать говорить с Путиным, а те якобы рассматривают такое предложение. Но официальных подтверждений тому, что кто-то на Западе ведет такие разговоры с Турцией, я не нашел. Такой формат маловероятен еще и потому, что Киев занял позицию. Ничего об Украине без Украины. Приверженность этому принципу еще раз подтвердили и в Вашингтоне. А пока будут помогать Киеву всеми возможными средствами усиливать свои переговорные позиции на поле боя. Дружба и сотрудничество – это дорога с двусторонним движением, по которой Путину пока проезд закрыт. Повторю еще раз, у Путина большие планы на Востоке. Но у Востока свои интересы и свое видение. Россия десятилетиями выстраивала отношения с азиатами в стиле «я начальник, а ты дурак», а теперь говорит о наращивании сотрудничества. Президент Таджикистана Эмамали Рахмон заявил Путину прямо в лицо, что унижать страны Центральной Азии, как это было во времена Советского Союза, пора прекращать. Причем сказано это было в присутствии прессы и глав Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Смотрите сами. Всегда уважаем и уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Но хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы вы наравне с африканскими странами, с другими странами. А что мы какие-то чужезепцы или какие-то отцаны, что ли? Ну давайте. И вкладывать много денег не надо вкладывать. Вот в наших странах. Да, надо вкладывать. Надо вкладывать. Миллиарды, 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 которые можно... Это как бы за короткий срок окупается. Во всех сферах. Ведь наши трудоемыграды к вам, выезжают к вам. Они работают. А так просто не зарабатывают. Они работают же. Кстати, и таджикистанский лидер заставил Путина себя ждать. На Востоке ничего просто так не делают. Здесь даже молчание красноречиво. И случайностей не бывает. Так что очередная попытка построить мосты дружбы в Астане пока особых результатов не принесла. Для того, чтобы с кем-то дружить, нужно для начала запомнить имя потенциального друга. Назвать по имени казахстанского президента Путин не смог уверенно и в этот раз. Уважаемый господин президент, Касан Жамат Камилевич. Обратить внимание стоит еще вот на что. В Астану приехал и премьер Армении Никол Пашинян. Путин предложил, чтобы СНГ как организация получила особый статус в ОДКБ. Мол, это позволит расширить функционал военно-политического блока. Пашинян же, который и так имеет зуб на Путина и на ОДКБ, сказал, что тут надо понимать, все ли участники СНГ признают и понимают признанные в 1991 году границы бывших советских республик. Александр Лукашенко, ну куда же без него. Он также приехал в Астану и очень старался быть первым. Как мог шутил, первым предлагал начать работать побыстрее. И тоже говорил о том, что нет в СНГ единства, о котором они с Путиным так мечтают. Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада. К сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных, территориальных споров, о которых здесь только что говорили, в том числе, которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки предлагают неимоверное усилие, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный спор в горячее противостояние. Лукашенко еще отметился и тем, что дал 20-минутное интервью американскому телеканалу NBC. Конечно, белорусский диктатор повторял все, что и без него говорит Путин. Но в этом интервью он еще и рассказал об участии Беларуси в войне против Украины. Как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не были нанесены через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было. Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и в подавляющем большинстве предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам прибывает по 400, по 500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие. Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Но, видимо, нас не хотят слушать и не хотят услышать. Но это дело ваше. Да, с военных аэродромов Беларуси россияне и бомбят Украину. С территории страны и начиналось полномасштабное вторжение кремлевских войск в страну в феврале. На белорусских полигонах оно же и готовилось. Ну и через Беларусь силой вывозят украинских граждан с оккупированных территорий. Очевидно, это и имел в виду Лукашенко под кормим и лечим. Ну и количество в кавычках спасенных вы тоже слышали. Сейчас массовой силой вывозят людей из оккупированной Херсонской области. А еще Лукашенко в очередной раз ретранслировал ядерные угрозы России. Мол, если нужно будет, то и кнопку нажмут. А так точно нет. Ядерной войны Путин, мол, не хочет. Лукашенко врет, потому что ни на Россию, ни на Беларусь никто не нападал. Война идет на территории Украины и защищаться ее суверенное право, гарантированное статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Ядерного оружия у Украины нет. Соответственно, она не представляет ядерные угрозы ни для России, ни тем более для Беларуси. Поэтому зачем вообще делать такие заявления, если не ради угроз? Кстати, об ООН. 12 октября в штаб-квартире организации произошло нечто беспрецедентное. Во время заседания Генеральной Ассамблеи Россию осудили подавляющее большинство стран. Аннексию украинских территорий не признали. 143 государства. Против такой резолюции проголосовали только 5 стран. Одна из которых – Россия. А еще, конечно же, Беларусь, Северная Корея, Никарагуа и Сирия. Лавров был настолько зол, что назвал голосование дипломатическим террором и шантажом. Москва хоть и нивелирует все решения ООН на Совете Безопасности при помощи своего правовета, но при этом очень серьезно воспринимает все, что там происходит. Такое решение хоть и носит лишь символический характер, но замылить глаза даже при помощи такой мощной пропаганды, как в России, в данном случае невозможно. Воздержались в этом голосовании только 35 стран, которые в значительной степени зависят от России. Но при этом они воздержались, они проголосовали против. Даже резолюция против вторжения российских войск в Украину набрала на два голоса меньше. А вторжение СССР в Афганистан, о котором я говорил раньше, осудили только 104 страны. А тем временем Путин анонсирует скорое завершение мобилизации в России. Говорит, еще, мол, несколько недель и все необходимые резервы российская армия укомплектует. Она, эта работа уже заканчивается. Сейчас на войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение, ну, примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. А я хочу, чтобы вы взглянули на эту карту. В России продолжают поджигать административные здания и военкоматы. По данным Медиазоны, на 13 октября с начала большой войны против Украины известно о 67 случаях поджогов госучреждений. Все эти учреждения связаны так или иначе с Министерством обороны. А еще фиксируют смерти военкомов. Один из последних случаев произошел в партизанском городском округе. Тело Романа Малыка нашли поздно вечером 14 октября, висящем на заборе в городе Партизанское. Малык, как говорят, ни на что не жаловался и внешний проблем с ним никто не замечал. У него самого был опыт боевых действий в Чечне. Было ли это самоубийством, пока непонятно. А тем временем мобилизация докатилась и до Питера, который до этого вместе с Москвой имел статус почти неприкосновенного. В городе Наневе раздавальщиков повесток увидели прямо в подъездах жилых домов. Смотрите сами. Это мой дом, я имею право снимать. Снимать, снимать. Вот так вот разносят повестки. Посмотрите, пожалуйста. А вы кто вообще? А вы кто? Я здесь живу. Молодцы, мы рады за вас. А вы кто? Какая разница? Представьтесь, пожалуйста. С чего вдруг? Ну что вы здесь делаете? Что я здесь ставлю? Скажите, а у вас в Торис вообще есть? До свидания. Мобилизируют всех и вся. Власти на местах уже даже и не скрывают, что наличие боевого опыта, да и вообще умение стрелять – необязательный фактор для вручения повестки. О том, как экипируют новоприбывших российских военных, рассказывать еще раз не буду. Вы видели уже это много раз. А что касается обещанной подготовки, то многие призванные в ряды российской армии уже давно в зоне боевых действий. Уже известно о том, что они массово погибают на территории Украины. Вот, например, один из последних случаев. 28-летний Алексей Мартынов – чиновник правительства Москвы. Был мобилизован 23 сентября и уже через несколько дней отправлен на фронт, где и погиб. А ранее подтвердили гибель еще пяти мобилизованных. В армию забирают всех, кого только могут, даже инвалидов и пенсионеров. А еще и инцидент в Белгородской области, на полигоне, когда мобилизованные открыли огонь по группе своих же сослуживцев, которые изъявили желание ехать на войну в Украину. Официальные источники рапортуют, что погибли 11 человек, а ранены – минимум 15, хотя очевидцы пишут, что погибших как минимум вдвое больше. Также Минобороны России сообщают, что стрелявшие – выходцы из одной из стран СНГ, не уточняя, какой именно. В то время как одни российские телеграм-каналы сообщают, что это якобы выходцы из Таджикистана, а другие, ссылаясь на очевидцев, говорят, что стрелявшие из разных регионов самой России. Российский сегмент интернета взорвался из-за дела против 30-летней жительницы Тюмени Алисы Климентовой, которая мелками на асфальте написала вот эту фразу. Ее тут же задержали сотрудники полиции, мелки отобрали, а далее женщина попала в суд по статье о дискредитации российской армии. Правда, из зала суда ее же и отпустили, когда она пояснила, что хотела сказать «нет вобля», так как терпеть эту рыбу не может. Теперь Алиса свободна, мелки ей вернули, а в интернете гуляют многочисленные мемы «вобла и мир», «вобла миров», ну и другие. И на прощание о социальных сетях. Нет, не об очередном запрете Роскомнадзора. Помните вот этот знаменитый твит Дональда Трампа? «Коуфефе», который привел в ступор не только американские, но и мировые СМИ. «Коуфефе» – несуществующее слово, которое бывший президент твитнул, очевидно, по ошибке. И оно в итоге стало мемом, и он сам потом шутил по этому поводу. И это я все к чему? К тому, что сторонник Дональда Трампа, миллиардер Илон Маск, также известный благодаря разным странным твитам, тоже снова отличился в социальной сети. Сначала телеканал CNN сообщил о том, что Маск якобы обратился к Пентагону с просьбой в дальнейшем оплачивать услуги Starlink. Мол, его компания – это больше не по карману. Позже Маск в Твиттере и сам написал, что это правда, и подтвердил это сообщение. Что тут же подхватили прокремлевские СМИ, мол, все, останутся теперь украинские военные без такой важной для них спутниковой связи. И в Киеве, и в Вашингтоне в ответ на твит Маска заявили, что будут искать пути решения этой проблемы, и украинских военных без связи на фронте не оставят. Буквально тут же Маск написал еще один твит. Черт с ним. Несмотря на то, что Starlink до сих пор теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать правительство Украины. Более того, в следующем твите Маск написал уже, что Starlink – единственная система связи в мире, которая работает в зоне боевых действий, и что Россия постоянно пытается ее убить. А его компания SpaceX прикладывает значительные усилия, чтобы это предотвратить. Ну, на этом у меня все. С вами был Владимир Унец. Увидимся.